Друзья, вы видите наших студентов, они оголодали, у них перерыв, вот они вас приветствуют голодненькие, а вот, вот у нас, да, да, это не, думаете он студентам несет, нет, он руководству. Все спрашивают, как вы, это хорошо, но вы пару слов о себе, вы спрашиваете, как он, что он, давайте зайдемся, расскажем, ну хорошо, друзья, не будем на улице, не будем, а уже пахнет вкусно, ну рассказывайте, вы как давно у нас учились-то? Я два года назад, так, значит мы с вами плов делали, мы делали с вами плов у меня дома, да, то есть вы делали с супругой, а я снимал, так, Так, потом вы приносили вот это, ну, покажите, что там, что там, так, а все говорят, на самом деле, и спрашивают, ой-ой-ой, они спрашивают в основном не, не как вы готовите, а спрашивают профессионально, в смысле, вы куда делись? Да, я здесь, в Силиконовой долине, в салатик, понял, так, это, хочу отметить мою новую работу, хочу поблагодарить, так, все, что вы, чему удели, какая по счету будет? Ну, это вторая, а, то есть вы два года на одном месте? Нет, я год, 18 месяцев в одном месте проработал, ну, после школы, благодаря Софии попал в Чег, как вы это называете, там прошел практику, и оттуда потом ушел в Велосфарго, в Велосфарго проработал 18 месяцев, Угу, в Сан-Франциско? В Сан-Франциско, так, и где-то у меня было полтора месяца в поисках работы, Ну, параллельно с работой, не то, что вы так, нет, нет, я не стал параллельно искать, я закончил работу, потом начал заниматься, потому что это, А что полтора месяца, вы так перебирали сильно, или рынок такой тяжелый, или что? Не тяжелый, ну, я, как бы, этот, не торопясь, по-восточному, да, под чинарой там, так, София, идите сюда, найдем, София, очень рад вас видеть, Значит, он у нас, София, оказывается, был в Варгобанке все это время работал, а люди спрашивают, где он, говорят, куда он делся, потому что думают, может, с ним что случилось, вот у нас тут, София, Он вообще, можно сказать, наша гордость, потому что человек приехал не в 20 лет. Ну, вид у меня такой, что он ненамного старше. Да, и он очень сильно, очень спорно занимался, потом, когда его отправили на интерншип, после этого он нашел работу в Варгобанке. Ну, в Америке, знаете, честно говоря, лентяй вне. Вот, вот это, это золотые слова, если бы его можно было в каждый класс. Вы знаете, вот тут недавно человек комментарий написал, спрашивает, скажите, говорит, Михаил, вот если человеку 45 лет, он приехал с грин-картой, и он не то, чтобы там, труженик, ну, и не так, чтобы вот, и прямо лентяй, как, вот, что он может ожидать? Я пишу, будет, как все. Читать умеешь, анализировать умеешь. Да. Да. И партнол. Ой, господи, это золотые слова. Нет, надо еще трудиться. Нет, так он же сказал, Америка лентяев не любит. А у нас иногда бывают студенты, которые считают, если они к нам пришли, ну, еще туишен заплатили, то уже заниматься не надо. Пусть, пусть, пусть. Сапия, может быть, нам какую-нибудь стенгазету выпускать? И там писать позор Иванову, Петрову, Сидорову, не сдавшему. Нет, самое, самое. Здесь страх сковывает, я вот честно вам скажу. Нужно быть чуть-чуть сильным, немного. Ты знаешь, ну, а что, надо его преодолеть? Преодолеть? Не все же преодолевают. Ну, на самом деле, скажем так, страх есть практически у всех. Да, конечно. Просто есть люди делятся на две категории по успешности. Те, кто глаза боятся, руки делают, понимаешь? А есть такие, которые боятся и не делают. И тут, конечно... Белс Фарга, девелопер, индус. Ну, он девелопер вообще, молодец. У него контракт закончился, он трясется. Я говорю, ты чего трясешься? Это же девелопер. Ты сейчас выйдешь на улицу, там тебя... Он говорит, нет, Бахтияр. Говорит, сложно, говорит. Я говорю, ну, ты вообще... Есть люди, которые трясутся независимо ни от чего. Это правда. Они предъявляют все высокие требования. И еще придет домой, еще сидит, занимается. Мало того, что на работе целый день, еще придет домой, там книжки читает. Ну, вообще, это идеальные слова, которые он сказал. Что Америка не любит лентяев. Его надо в каждый класс. Да ладно, София. Каждый класс его с пловом. Знаете, это как вот... Это такая красота. Это просто... И горячий. Горячий, София, горячий. Мы не можем... Ладно, значит, моя задача была сказать, что человек на месте, никуда он не пропал, все у него хорошо. Когда шли в поиски работы, я получил сразу три оффера. Так. За вот эти полтора месяца. Да. Знаете, что интересно? Было с Эппула оффер. Знаете, какая там позиция? Нет. Помощник Blackbox-тестера за 25 долларов. Помощник. Помощник. Ассистент. Это прекрасно. Боже, я не могу. Я такого не слышал. Помощник. Это было вообще вето. Нет, ну 25 долларов, хоть как назови, нормально. Для начала. Начинать это очень... Нет, ну ему уже поздно. Нет, ну ладно. Вы знаете, потом люди... Ну я не знаю, на вашем видео тоже про деньги как-то особо не говорят. Да. Почему-то. Скажите. Я как советский человек... Скажите. А людям это интересно. Я вот после 18 месяцев работы вышел на рынок. Только Blackbox-менуал тестер. Да. Предлагают от 35 до 55. То есть необязательно быть гением в автоматизации. Необязательно. Нет, конечно. Что-то в сроке нет. Есть еще одно новое. Дело не в гении. Они когда вызывают, они когда вызывают, они спрашивают автоматизацию. Они мне дали код, говорят, вот что делает этот код. Я им рассказал, что он делает. Хотя я этот, не автоматчик, да? Front-end manual blackbox-тестер. То есть они, получается такая история, что они что-то спрашивают, но работа все равно ручная. Ручная абсолютно. Вот я сейчас, как бы я им рассказал, я говорю, у вас есть автоматизация, я могу там что-то там написать. Они говорят, есть, есть, ну ты приходи, потом будем вот это разговаривать. Я туда пришел, front-end, вот этот, playstation. Просто у нас есть студенты, которые, знаешь, приходят после интерншипа, когда они готовы искать работу, говорят, вот я не могу ее найти. Потому что всем подавай automation. Без automation знаний хороших. Нет, дело в том, что, я согласен, но automation, они только теоретически же спрашивают. Это можно потратить немного времени, да? Почитать, по-разному, на том уровне. На том уровне, на котором нужно ответить. Мы этому учим, почему же? Здесь, вы же JavaScript учите. Да. Можно, использовав JavaScript, написать какой-то небольшой automation. Вот тоже. Не, ну подожди, София, когда человек не готов сам пойти и что-то сделать, то дальше все виноваты, что ему не принесли. Нет, нет, потом еще одну важную вещь хочу сказать. Вот, предположим, да, у человека все получилось, закончил школу, попал на работу. Ребята, вот этот срок, вот этот срок, вот на год у вас контракт, да, или на полгода контракт, обязательно вечером тратьте полчаса, час, сядьте в интернет, линдаком, 3wschool.com, учите, Ruby учите, Java учите, Python учите. Это совсем не сложно, когда говорят программист, вот когда я в Ташкенте был, программист для меня было это что-то вау. Я вам скажу, что сложно. Сложно что-то делать. Да. Когда ты делаешь, оно несложно, но сложно взять и начать что-то делать. Выучить английский сто раз сложнее, чем выучить Python. Да. Железно. Постойте, постойте, но английский выучить, ему деваться некуда. Так бы он и не учил. То есть, очень много людей приезжают в скейн-карт-лотерею той же, да, и уже вроде там полтора, за полтора-два года до приезда, он знал, что едет. И приезжает с нулем. Понимаете, поэтому сложно начать что-то делать, это непросто. Ну хорошо, София, давайте я пойду делать резюме. Товарищу. Желаю вам удачи. Огромное большое спасибо школе. Вот. Я буду не медновещать. У нас традиция такая, он как работы меняет, так приносит нам эти вкусности. Да, да. Я его традицию сохраню. Пусть бы он почаще уже менял туда, допустим. Ну хорошо, значит, давайте. От супруги вам большой привет. Спасибо. Чем занимается супруга? Ну, супруг дома. Все тем же. То есть вы их всех содержите? Сын помогает. У вас был большой парень. Да, сын попал в Дианзе колледж. Так, сколько лет парня? Ну, сейчас ему 2 сентября будет 20. Ага. Попал в интерншип в НАСА. Умница. Да, Сити колледж там имеет программу с НАСА. Так что сын больше всех рад. Ну, я скучаю по родине, честно скажу. Так. Было нелегко здесь. Морально было нелегко. До сих пор скучаю по друзьям. Ну, жена говорит, съездишь один раз в Ташкент. Да. Да, вылечишься. Да. Ну, я сейчас жду. Хорошо. В общем, привезете мне узбекскую тюбитик. Оригинальную. А у вас нету тюбитейки еще? Вы знаете, у меня были. Но у меня были татарские. А узбекского нету? Не было. Какие-то не такие были. У меня и сейчас есть парочка, но что-то не то. У нас 15 районов, у каждого своя тюбитика, я вам ташкентскую. Одну. И ферганскую. Одну, одну. Хорошо, счастливо. Желаю удачи. Всего хорошего, Михаил. Субтитры подогнал «Симон»